Республиканский дворец культуры встречал зрителей музыкальными композициями. Песни исполняли в рамках гала-концерта регионального этапа шестого международного фестиваля. Его участники – дети и подростки со всей республики. И музыкальные подарки в преддверии большого праздника объединяла общая тема – День Победы. Также все желающие могли поучаствовать в акциях «Яблоня Победы» и «Стена памяти. Наследники Победы». Возле Пушкинской библиотеки площадок развернули сразу несколько. На небольшой территории уместили все – информационные стенды с газетными вырезками, выставка книг, нашли себе занятия и дети. Они могли сотворить подделку своими руками. А творческие коллективы Мордовии подготовили для зрителей литературно-музыкальный фестиваль. Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь сидели. Раньше думал, это литературный прием. А оказалось – прием войны. Говорят, что человек может привыкнуть ко всему. А я вот в этом не уверен. К ежедневным потерям я привыкнуть так и не судьбу. И время все это не смягчает в памяти. Музыкальный театр имени Яушева не остался в стороне, а театр остается театром даже на улице. Декорации и реквизит разместили прямо на свежем воздухе. Артисты попробовали создать для зрителей атмосферу привала, когда певцы и поэты поднимали воинам боевой дух. Тем более, что в военные годы артисты театра не только гастролировали, но и отдавали долг родине. Я думаю, что это такая вот великая честь для нас – отдать дань великой победе нашим предкам, которых мы сейчас и вспоминаем. Каждый россиянин, я думаю, обязан просто участвовать в таких мероприятиях. Это наш долг. Из привычного пространства вышли и сотрудники музея «Эрзия». Организаторы подготовили различные интерактивные развлечения для детей. Рисование мелками, кистями, музыкальные и танцевальные номера. Все для творческой самореализации. Был также объявлен конкурс «Я рисую мир». Так каждый желающий мог поблагодарить наших предков за великую победу. Могли зрители также познакомиться и с подлинными документами и инструментами, использованными при строительстве сурского рубежа. С нами сурский рубеж, так как мы музей. И подлинные вещи, подлинные экспонаты они сегодня привезли с собой. Привезли замечательный фильм, который мы сейчас тоже будем смотреть. Это тоже важно. Прогулка по кварталу Победы – лучший способ зарядиться предпраздничным настроением, проникнуться атмосферой тех лет и, самое главное, еще раз вспомнить, как и какой ценой была достигнута победа. Валерия Новикова, Сергей Кувакин. Народные новости.